Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео обзоре я хочу с вами поговорить о такой вот турецкой пряже фирмы Peria Cotton Life серия. Это хлопковая пряжа наполовину с вискозой. Мне нравится такой состав тем, что для летних дней вискоза не парит, просто катон это замечательно, но с вискозой мне вот почему-то нравится состав больше. Эта ниточка по составу похожа и по метражу, по толщине. Вот такой вот ее подходит под фирму Alize серия Bella. То есть там чистый хлопок, здесь с добавлением вискозы половина. И я вам скажу, соотношение цены и качества с этой пряжей мне очень даже подходит. Опять же вернемся к толщине пряжи. Подходит опять же к Alize Bella сравнительно толщина. Но чем удобно, тем что здесь в 100 граммах 425 метров, в Alize Bella там если брать 2 моточка 100 грамм, то это всего лишь 320 метров. То есть соотносительно на 100 метров длиннее эта пряжа. И опять же цена двух моточков заменяет вот этот один моточек. То есть соотношение Беллы и перья. Вот мне нравится в принципе вязать из такой пряжи. Это какие-то летние топы, кофточки, как спицами, так и крючком. Замечательно подходит для детских вещей, каких-то ажурных платьев, косыночек детских. Ну в общем в принципе все что вяжется для лета. Вот так же подойдет в принципе под летние вечера. Вот и благодаря вискозе подойдет для летних дней. Потому что очень часто, когда люди говорят, как можно носить вязаные вещи летом. Вот как раз таки это тот случай, когда пряжа подходит для именно дней. Вот теперь же мне нравится соотношение цены-качества. Раз плюс. Второе мне нравится ее замечательный метраж. Нравится ее толщина. То есть сравнительно ниточка толстенькая. Подойдет здесь замечательно. Вернусь к спицам. Здесь конечно рекомендуют спицы номер 4-5 и крючок 4-5. Но честно говоря я бы так не горячилась. Потому что в принципе куда сюда пятерка, честно говоря не знаю. Даже для совсем обалденно рыхлых вещей. Таких как осенне-весенний, бактус, нут и так далее. То в принципе мне кажется все равно очень-очень-очень это большие инструменты. Здесь как для спиц я рекомендовала бы для лицевой глади максимально 3,5 номер. Вот для крючка тоже наверное для ажурчиков 3,5-4 это такой максимум предел. Для плотного вязания это где-то спицы номер 2-2,5 максимум. Вот и крючок тоже где-то в среднем 2-2,5. То есть для ажуров 3-3,5-4. Ну то есть вы уже смотрите, ориентируетесь на свою плотность вязания. В зависимости от опять же узора выбранного. Вот я выбрала в данном случае сиреневый цвет. Мне понравился очень такой вот он слегка даже фиолетовый. Я бы сказала не просто нежно-сиренево-фиолетовый. Вот состав сказала, метраж сказала. Что я могу еще сказать по поводу этой пряжи? Довольно-таки хорошая она в работе, удобная. Вот и опять же Турция, Турция. В принципе как для турецкой пряжи замечательная. Вот что хочу сказать по поводу уходу. Конечно же пряжа предназначена для ручного вязания. Поэтому конечно же ручная стирка, прохладная водичка 33 градусов. Честно говоря отпаривать я ее никогда не пыталась. Вот, но если вы гладите летние вещи, то я думаю в принципе ничего страшного не будет. Главное не слишком горячий утюг. В принципе хлопок есть хлопок. В общем конечно же обязательно в комментариях делитесь то, что вязал из этой пряжи. Делитесь что в итоге у вас получилось. Обязательно в моей группе оставляйте какие-то фотографии с вашими работами. Может быть из этой пряжи, может из моих предыдущих видео уроков. Конечно же кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного, нового. Просмотрите кто еще не смотрел мои предыдущие уроки. Конечно же подписывайтесь на мой канал. Хорошего настроения вам. Ставьте лайки, если понравилось. Пока-пока.